Музыка Только в одной раковине из ста прячется этот крохотный шедевр природы. Уникальный жемчужин Персидского залива в многообразии цветов. Устрица Пинктада Ротиада производит жемчужины классического белого, розового и бежевого цветов, а также более редких – голубых, зеленых, фиолетовых и цвета земли. Современная Рассельхайма ранее была известна как город Джульфар и столица жемчуга. В те времена, когда нефть еще не была обнаружена, жемчуг был главным богатством арабских эмиратов. Именно на берегах Дубай-Крик появились первые постройки города. Первоначально это были хижины рыбаков и искателей жемчуга. Сейчас там музей под открытым небом. Перед его воротами – арабская лодка «Дол» – один из символов страны. Кстати, некогда главному ремеслу страны в Дубай-Моле в 2009 году был открыт водопад с нырянщиками за жемчугом. В коллекциях одного из лучших ювелирных домов «Максимилиан» можно увидеть невероятно тонкие изящные украшения, к примеру, и жемчуга, и бриллиантов. Эскизы крупных украшений делает сам владелец ювелирного дома. Но, как у любого бренда, у него работает целых 13 художников по всему миру. Это итальянцы, французы, немцы, швейцарцы, русские, японцы, корейцы и арабы. Каждый хорош в своем, у каждого свое направление. Жемчуг с древних времен ценился по всему миру. Его любила правительница Египта Клеопатра, которая носила кольцо жемчужиной на низинчике. А что касается линий браслетов и ожерельев из жемчуга «Максимилиан», то однажды на выставке в Японии владелец увидел нити мельчайшего жемчуга по одному миллиметру в диаметре. Японцы рассказали, как они в мелком жемчуге вручную сверлят дырочки специальными иголками, которые тоньше, чем человеческий волос. После этого ювелирный дом создал свою линию подобных украшений. Субтитры создавал DimaTorzok